Чем может навредить посуда? Какие вещества, используемые при изготовлении посуды, вредны для здоровья? Какую посуду употреблять предпочтительнее? Смотрите видео до конца и узнаете про вредную посуду! Каждый день в каждой семье на кухне идет процесс приготовления пищи. При этом используется различная посуда, но редко кто задумывается о том, как влияют на состояние здоровья материалы, из которых сделаны кастрюли и сковородки. Чем может навредить посуда? При использовании не очень стойких к нагреванию материалов происходит расщепление последних и попадание молекул вещества в пищу. Также разрушить поверхностный слой посуды могут употребляемые во время готовки кислоты и солевые растворы. Еще посуда может взаимодействовать с полезными веществами, входящими в состав продуктов и вызывать разложение ферментов и витаминов. Это приводит к тому, что приготовленные блюда полностью лишаются необходимых для клеток человека свойств. Еще не всякая посуда может выдерживать перепады температуры и сильный жар, что приводит к пригоранию пищи и возможному образованию на поверхности ее канцерогенов. Какие вещества, используемые при изготовлении посуды вредны для здоровья? Первый. Еще не так давно все уважающие себя хозяйки варили варенье в медных тазиках, ведь в этой посуде практически не пригорал сироп. Однако, если бы они знали, что во время приготовления все фрукты полностью теряли аскорбиновую кислоту, тогда бы, наверное, использовали тазики из другого материала. Медь разрушает витамин С и способствует образованию свободных радикалов, что может привести к отравлению. Второй. Алюминий является металлом, из которого делают не только кастрюли, но и тарелки, плошки, ложки и вилки. При любом использовании частички алюминия попадают в организм, что может привести к постепенному накоплению количества металла и вызвать нежелательные последствия в виде повышенной раздражительности и возбудимости. А при высоких концентрациях алюминия в организме развиваются заболевания почек и печени, слабоумия и анемия. Употребление алюминиевой фольги при запекании мяса, птицы и рыбы в духовке также вызывает попадание металла в организм и при частом использовании концентрация его быстро повышается, что приводит к неблагоприятному воздействию. Третий. Свинец добавляют при изготовлении красителей, используемых для раскрашивания керамической посуды. Не стоит покупать посуду с яркими картинками. Употребление ее в повседневной жизни приведет к накоплению свинца в организме и вызовет отравление, которое проявится расстройством работы желудочно-кишечного тракта с симптомами интоксикации. Четвертый. Тефлоновое покрытие используется для покрытия сковородок с целью уменьшить возможность пригорания продуктов и сокращения необходимого количества жиров. Однако при малейших трещинках и перегревании более 300 градусов, тефлоновое покрытие начинает выделять вредные для здоровья и самочувствия человека вещества, а для домашних птиц даже смертельное соединение. Отравление тефлоновыми составляющими проявляется в развитии состояния, схожего с проявлениями гриппа. А при накапливании возможно даже канцерогенное действие. При покупке любой посуды следует интересоваться сертификатом токсичности, используемых при изготовлении кастрюль и сковородок средств. Какую посуду употреблять предпочтительнее? Теперь несколько слов, каким материалам следует отдать предпочтение при покупке посуды, в которой будет готовиться пища. 1. Чугун не токсичен. Закаленный чугун обладает противопреграрными свойствами, равномерно распределяет тепло, да еще и повышает концентрацию железа в организме. 2. Специальное огнеупорное стекло. Посуда из этого материала оригинальна, позволяет наблюдать за процессами приготовления пищи, не выделяет токсических продуктов. 3. Нержавеющая сталь прекрасно подходит для приготовления различных блюд, не выделяет ядовитых веществ, удобно, хорошо моется и может длительно использоваться. 4. Посуда из керамики. Если посуда целиком выполнена из керамики, то она совершенно безопасна в употреблении. Однако не всех устраивает цена, но здоровье порой дороже. Выбирайте альтернативную посуду, не содержащую вредных веществ. Будьте внимательны при покупке разной посуды и всегда проверяйте сертификаты. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!